Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Информ в студии Натальи Хохлова-Покровская. И как всегда в это время мы беседуем. Мы беседуем сегодня. Мы будем говорить об очень важной теме. И поэтому к экранам телевизоров я приглашаю практически всех. Около ста лет назад Зигмунд Фрейд указал на то, что существование цивилизации само по себе делает человека невротиком. За ним эту теорию поддержали и Хорни, и Фром. И в их работах невротичность рассматривалась как следствие существования общества. Каковы же основные проблемы? Каковы же, так скажем, базовый конфликт в чем? Вот об этом сегодня с вами будут беседовать член-корреспондент Национальной Академии Медицинских Наук, заслуженный деятель науки Украины, профессор Валерий Семенович Митанский. Валерий Семенович, итак, базовый конфликт. Мы тему назвали сегодня «У вас невроз и вопросительный знак». Вот так. Обще с одной стороны, а с другой стороны для того, чтобы все понимали, что это касается практически каждого, который нас сегодня смотрит. Да. Вы знаете, из всех тем, которые мы поднимали, которые мы обсуждали с вами, они действительно все были важны. Для каждого человека любой нюанс его психической жизни – это очень сложный для понимания, сложный для осознания, сложный для коррекции, запятая такая в жизни человека. Ну вот, социальный конфликт – это страшное дело. Сколько людей на земле на протяжении веков гибли в социальных конфликтах. Это такой бич, который хуже войн, хуже чумы, хуже тещи. Это вы оговорились. Это нет, это не касается меня, потому что… Это не касается вашей тещи. Как раз моя, да, моя теща – это… Хотя оговорочка по Фрейду. Оговорочка по Фрейду. Оговорочка по Фрейду, да. Но она построенная на диссонансе. Так вот, социальные конфликты, социальные неврозы в результате социальных конфликтов. Ну, что я вам хочу сказать, с чего бы начать? Вот с чего бы начать? Я, мы с вами, когда говорили перед эфиром, вы говорили знаменитую фразу Фрейда, Фрейда, Фрейда… Да. Существование цивилизаций само по себе делает человека невротиком. Да. Вы вдумайтесь. Существование цивилизаций, говорит этот гениальный авантюрист, существование цивилизаций делает людей невротиками. И не только невротиками, а психопатами. Ведь любой невроз – это развитие. И если его не остановить вовремя, не вылечить, если он не компенсирован, он развивается. Это формирование уже органических расстройств головного мозга. И назад пути нет. И человек деформирован на всю жизнь. Страшное дело. Страшная форма. А есть ли это целая нация? В силу, например, тоталитарного режима? Ой, об этом я даже боюсь говорить, потому что вы меня предупреждаете, чтобы мы не касались скользких тем политики, но… Нет, ну хорошо, не так далеко мы будем ходить в фашизм и нация, тоталитарный режим, да? Зачем фашизм? Сталинизм. Господа, все то, что творится сейчас на Украине… Пожалуйста. Это чудодейственная, магнетическая, проклятая манипуляция властью людьми. Власть манипулирует людьми с помощью определенных способов, хорошо известных, и нечего их перечислять, ведь, знаете, вот манипуляция, допустим, американскими пленными, корейцами. Знаете, как корейцы, когда брали во время Корейской войны американцев, как они манипулировали пленными? Они создавали им условия, совершенно невыносимые для жизни. В каком смысле? Они их кормили, но кормили в разное время. Они давали им спать, но они спали в разное время. Они давали им прогулки, но давали в разное время. И так далее, и так далее. И в конце концов наступало такое состояние, когда американцы находились в ступоре. И в это время они проводили свои идеологические беседы. И в это время они втюривали американцам в голову. А американцам трудно что-то. Они же любят себя, они любят свою нацию, они любят свою страну. И они втюривали им в этот момент все идеи, которые доминировали в Корее. И это был, ну, беспроигрышный вариант, такая манипуляция людьми. Они воспринимали все то, что... И, к сожалению, очень большое количество американцев перешло даже на сторону корейцев. И сдали все то, что могли сдать. И так далее, и так далее. Вот что такое манипулировать. Что происходит сейчас? Вы посмотрите, мы видим эти игры с тарифами. Ну, идиотские игры. Ну, все понимают, что это должно кончиться. Но оно не кончается. Оно бередится. Этим наслаждаем. Вроде как бы наслаждаем. Да нет, это игрище. Или все эти наши... Наш областной губернатор уходит, другой какой-то приходит. Этого сняли, этого посадили, этого выпустили. Эти деньги куда-то такое появились. Потом этот батон... И все это игрище, игрище. И зачарованные люди, зачарованные идиотизмом. Которые они не должны смотреть. Они должны воспитывать своих детей. Они должны колыхать собственную семью. Но они... Это манипулирование психологии детей. И заканчивается это абсолютным дезинтеграцией психической. Мы не в состоянии сопротивляться той идеологии, которую уже в дальнейшем запустят во время выборов. И опять пойдут. А выборы... Это же манипулирование. Знаете, это самое ничтожное манипулирование выборы. Самое ничтожное. Из того, что позволяет себе власть каждый божий день. И каждый божий день мы видим самые изощренные возможности для того, чтобы втюрить. Извините за это выражение. Да, конечно. Но оно красивое, оно русское выражение. Сочное, сочное. Сочное выражение. Втюрить психологию людей какую-то мразь, какую-то дешевку, которая, в общем-то, и тут же пока... Вы понимаете, ничего не стыдясь. Посмотрите эти разнузданные депутаты. Это что, просто так? Нет. Это игрище. Это игрище. Это, ну, нет у нас в Риме, там, где убивали животных, как его... Ну, это... Я тысячу раз был в этом здании. Что вы имеете в виду? Там, где дрались гладиаторы, ну... Да-да-да. Ну, арена, арена. Нет, а как она называется? Как она называется? Я тоже не могу сразу сообразить, что вы имеете в виду. А? Никто не может... И операторы мы не можем. Да, я думаю, что зрители... Да, зрители сейчас нам подскажут. У нас телефон 737-7310. А это, вы знаете, почему? Мы говорим об очень важной теме. И она, это у нас в психиатрии называется шпэрмх. То есть мы на ней, наше мышление остановилось. Колизей. Колизей, слава тебе. Сколые слова. Колизей. Каждый ребенок знает, что такое Колизей. Да, мы не сразу просто, да. Так вот, нет у нас Колизея, так мы устраиваем вот эти вот пляски различные. Ну, значит, это было всегда, это есть сейчас. А что происходит с молодежью? Да, это было всегда, конечно. Используются просто другие формы. Более злокачественные, более страшные. А что происходит с молодежью? Ведь никогда не было такого разделения молодежи на бедных и богатых. Посмотрите, что происходит. Ведь богатые эти мажоры, которые ездят на этих машинах, и эти бедные, которые не могут купить чашечку кофе за 20 гривен. И это что? Не вызывая эту ребенка невроз, у мальчика 17 лет, который повел девочку, и которому 20 гривен надо заплатить, 30 гривен, сейчас кто-нибудь из зрителей, он давно не пил кофе в кафе. И, вы знаете, вот, но процесс-то это нелинейный. Этот исторический процесс, в котором мы сейчас живем, нелинейный. Это не может быть, знаете, так, ну, пойдем. На что мы надеемся? Мы надеемся, что социальные неврозы потихонечку... Мы не говорили еще о социальных... Ну, потихонечку это напряжение спадет, и, глядишь, придет какой-нибудь второй Саакашвили, и сделает нам погоду, и сделает нам Украину, и все будет... Не ждите. А знаете почему? Значит, можно только воспользоваться советом профессора Преображенского. Не читайте перед обедом советских газет, не читайте никаких. То есть выключить телевизор, не смотреть и перестать участвовать в этой манипуляции. Это пораженчество, да? Это пораженчество, да. Преображенский не был такой кульминации интеллектуальной. Ну, он был хирург. А к хирургу мы знаем, как попроситься. А к хирургу мы знаем. А у нас звонок, а у нас звонок. Интересно, зритель к нам подключается. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Огромное спасибо уважаемому другу профессору еще раз. Еще раз? Да. И хочу приобщить к вашей теме небольшой стишок. Вы знаете мои стихи. Я думаю, что вы сейчас помните. Если плохо вам совсем или очень трудно, пошлите всех ко всем чертям. Знаю, будет трудно. Спасибо. Спасибо. Это такая очаровательная женщина. Спасибо огромное. Сейчас вы услышите про себя. Она действительно совершенно очаровательная, веселая. И, кстати, хочу сказать, что несмотря на то, что определенный возраст у нее есть, она очень молода. Она очень молода, очень обаятельна. И действительно... Ну и очень позитивно, я чувствую. Позитивно, хотя, в общем-то, у нее был очень тяжелый период, когда она была совсем плоха. И мы это с ней помним. Ну да бог с ним. Кто старое помянет. Так вот, я хочу сказать, без этого пустое будет все то, что я говорил. Понимаете, нелинейный это процесс. Процесс этот, он волнообразный. Синусоидный такой, да? Да, он синусоидный. Это, и если исходить из того, из синергетики, есть такая наука, синергетика. Есть у нас величайший профессор, который проповедует синергетику вслед за великим Пригожиным, Нобелевским лауреатом. И, вы знаете, буря скоро грянет. Буря. Беда будет. Беда. Потому что, исходя из всех законов, будет всплеск. Обязательно. Не может хаос вот так, вот так закончиться мирно. Обязательно будет всплеск. И новое рождение. Но через всплеск. Вы думаете, что Великая Октябрьская революция, как мы ее называем, это был всплеск? Это семечки. Как говорила одна моя знакомая с нового рынка, продававшая семечки, она говорила, это семечки. Это семечки. Всплеск будет. И будет всплеск оружия сколько угодно. И бог с ним. Ладно. Я хочу сказать, что больше всего мне жалко детей и подростков. Почему? Потому что вот они страдают истинными неврозами. И вот сейчас я занимаюсь много как-то у меня сейчас и детей, и подростков. Молодых. Молодых, которых приводят родители, у которых тяжелые неврозы, особенно тяжелые, потому что это мононеврозы, потому что это просто у детей и подростков. Они тяжело протекают, тяжело курируются, и они-то наблюдают всю эту кутерьму и видят ее подноготную черноту, потому что в доме происходит одно, а на улице другое. А учительница, потеряв стыд, говорит третье, а по телевизору, потеряв стыд, те же политики говорят четвертое. Каждый раз новое и каждый раз... Каждый раз мы более цветисты. Да. И вот мы говорим сейчас о неврозах, и пока не говорим о неврозах. Но вот я вам сказал перед нашей беседой, опять же, о том, что во главу угла я ставлю отсутствие, даже не то, что вот я все говорил и говорил в отношении тех страстей... Отсутствие цели. Отсутствие цели. Боже мой. Я думаю, что сейчас нас хорошо услышали те, кто слышит. Отсутствие цели. Думайте столько, вот те, кто меня сегодня слышит, не знаю, много ли, мало ли, но цели-то у нас нет. Ну, зато могут посмотреть в Ютьюбе. Господа хорошие, вспомните советскую власть, тот, кто хорошо ее помнит. Что хитрые старики в советской власти делали? Они давали хоть небольшую, но цель для... Допустим, ты в определенном возрасте мог, если ты хорошо работал, если ты хороший был член профсоюза, если там то, другое, третье, ты мог получить квартиру. На Черемушках там, допустим, 24 квадратных метра. Да, такое поощрение было. А телефон поставили. Да, телефон поставили. Тоже мечта была. А купить одежонку ребенку. И вот эти маленькие цели создавались вот этой жуткой властью советской специально, чтобы человек жил для этого. Казалось бы, ничтожная жизнь. Да нет. Нет. Если есть цель, она уже не ничтожна. Ты же покупаешь кому? Семье. И думаешь о том, что и мама с папой там будут жить. И они жили в этих 24 квадратных метрах. И, а не говоря уже, купить машину. Но об этом никто не мечтал. Ну почему? Мечтали, становились в очередь, получали машины в очередь. И какая это цель все-таки была? Была. И поехать в отпуск в Сочи. Это вообще. А сейчас вы считаете у нас отсутствие цели? А какая у нас сейчас цель? Ну тоже улучшить свою жизнь, улучшить свое благосостояние. Это уже не 24 миллиона, а заработать на 124. Остановитесь, большинство людей живет сейчас на 160 гривен. То есть на 1600 гривен. Основная. Я все время... Да, да, да. Основная масса. У меня так много денег, что я... Все время, кстати, на порядок меньше. Никак не перестроитесь. Нет, ну вот просто... На 1600 гривен. Ну да, ну дадут 3200, да? Вот дадут... А почему? Опять манипуляция людьми. Дают 3200, при том, что это не будет 3200. Конечно. А это будет черт знает что. Покупательская способность будет та же. Да. Та же, как при 160, как вы говорите. Да. И куда мы можем поехать на эти деньги? Ну куда? Куда я... Ну поэтому нас вовлекают в телевизионные игры. Да. У которого зарплата 4000 гривен? 4000 гривен. Куда я могу поехать? Куда я могу повезти своих детей? А 4000 гривен, сколько это на доллары на сегодня? Ну если считать, что 26 приблизительно долларов... 100... Да. Нет, 100... Давайте не будем считать, а то очень стыдно. Да жутко! Звучит слово профессор рядом с этой суммой. Не просто профессор, академик. Академик. Член-корреспондент Академии. Производитель науки. Если перечислять список, то там да. Да. Орденов только черт знает сколько. А когда на зарплату? 4200, что-то такое. А... И так все... Валерий Семенович, а что делать? А что делать? Потому что мы с вами, когда начали говорить о невротизации, да, мы еще говорили о том, что есть... У нас мало времени, да? У нас 19 минут еще. У нас еще... Да, мы еще погуляем. Мы говорили о том, что нет одной какой-то, да, вот вы сказали отсутствие цели, но есть еще и к этому совокупность каких-то причин, да. Есть характер и наследственность. Тоже причины невроза. Потому что то, что вы и говорили, в семье, когда невротичные родители, которые прожили вот все время в ожидании вот этого, да, в ожидании чего-то. Но у них хорошо. У пожилых, взрослых родителей была мечта холодильник, телевизор, поэтапная покупка, и это создавало... И это создавало определенные цели. Да, это создавало. Сейчас они в растерянности, потому что они уже вообще ничего не понимают. Это поколение, да, если у них... Проклинают только власть и все. Проклинают власть и вспоминают то время. И мечтают о том, чтобы где-то этот подонок руководителя этой власти, неважно на каком уровне, где-то поскользнулся и поломал себе все. Да, да. Вот это мечта теперь, и вот это цель. Ну, он не поскользнулся. А, кто-то поскользнулся из нашей какой-то... Соответственно, дети, которые подрастают под ними, они уже... Посмотрите, я вам зачитаю еще, специально взял. Ну, для вас у меня есть идол в патофизиологии. Он для всех идол. Иван Петрович Павлов, Иван Петрович Павлов, так же, как Фройд для психоаналитиков, Павлов для нас, нейрофизиологов, патофизиологов. Он идол. Так вот, как он пишет. Никто не знает этой работы. Она фантастическая. Она вот такая вот... Ну, несколько страничек. И он эту работу прочитал на каком-то собрании, в каком-то вшивом собрании. Мне даже стыдно было ее... Часто я ее цитирую. Но рефлекс жизни имеет огромное... Рефлекс жизни, рефлекс жизни имеет огромное значение. Он основная форма жизненной энергии для каждого из нас. Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делается рефлексом жизни. Делается только людьми, стремящимися к той или иной поставленной им, себе, в жизни, цели. Наоборот, жизнь перестает привязывать к себе, как только исчезает цель. Мы говорим, старик, посмотрите, вот он работал, он там стоял во главе цеха, был чудесным работником, все. Ну, отправили на пенсию. Молодой подпирал, бабки дал где надо, там отстегнул, руководитель пошел навстречу бабкам немолодому. И от старика отправили. И он потерял цель. И через месяц его нет. Посмотрите, наши больные старики и старухи, это не играет значения, тогда, когда они абсолютно уже беспомощны, их перевозят в психиатрическую больницу и отдают в отделение. С тем, чтобы осуществляли уход, потому что он галлюцинирует. Ну, допустим, даже вот он не может закрыть газовую плиту, потому что включить включил, а потушить не может, и это пожар, и это все на свете. В общем, это понятно. Но вы знаете, что он через 3-4 дня его увозят на кладбище. Он не переживает уход из вот той жизни, того стереотипа, в котором он находился, и где он мог быть личностью. Перед женой, перед кеми-то домашними, перед стульями чертовой матери, перед столом, это все его. А человека отрывают, и он погибает. Погибают работники психбольницы, наверняка хоть кто-нибудь слушает меня, они об этом знают. Стоит привезти больного, и он умирает. Прямо как, знаете, ну, как мор. И ничего там особенно не меняется в условиях, хотя, конечно, меняется, но не настолько, чтобы вот так убивало. И, ну, вот я вам прочитал вот такой очень любимый мой. А вы знаете, как легко в дальнейшем советская наука в виде Петра Анохина, это следующий по символ вообще эпохи постпавловской патофизиологии, как он легко, он поставил, он взял, переделал учение Павлова и переделал уже не смысл существования, не цель существования по Павлову стала во главе всех жизненных интересов, а удовлетворение этой цели. Вот только тогда, когда было позитивное подкрепление, под физиологи мне не дадут соврать, только тогда, вот это была идея Анохина. Блестящий, совершенно умнейший человек и великая личность, но удовлетворение. А так ли это? Я долго думал, прав ли был Анохин вот в этом посыле своем. Во-первых, он изменил всю идею Павловскую, а во-вторых, наверное, это неинтересно нашим слушателям, но вы знаете, как раз удовлетворение, радость, да, это очень стимулирует, это развивает человеческую жизнь, но вместе с тем нивелирует то, что не приносит удовлетворения, допустим, самопожертвование, оно же не приносит самоудовлетворения или там какое-то гуманное какое-то деяние, которое наоборот кошелек наш обезденежило, да, оно не приносит удовлетворения, а цель ты достигаешь, ты помогаешь ближнему, допустим. И вот тут вот чертов знает, как соединить это. Но это для меня... Но вы же как-то соединили для себя. Я соединял, соединял, и только, ну, оно не для эфира, потому что, в общем-то, с этого-то и началось нравственное падение нашей науки и нравственное падение наших людей. Хотя советские люди были гораздо более нравственные и гуманные, чем сегодняшние люди, чем даже я сегодня, потому что меня, что обходит жизнь, так же деформирует. Так же деформирует, как и все. Хоть я и бешусь, хоть я и не хочу этого, я... Валерий Семенович, вы хотите сказать о соотношении внутренней и внешней свободы? Не хочу я этого говорить. Я вас обожаю. Не хочу я этого говорить. Ладно, не будем. Ну, вот этот ужас все-таки, когда нет цели, когда человек не знает, как протопить квартиру, как сделать своему родившемуся... Вот у меня сейчас родился мой внук, и прикрыли все двери в квартире, оставили одну комнату, и мы ее отапливаем, для того, чтобы внук был в комфортной атмосфере. А как же остальные? Мы-то можем, вот так получилось, что можем... Но это как раз цель, которая приносит удовлетворение. Вы все закрыли, удовлетворили все... А, это другое дело. Нет, на сегодняшний день, когда я вижу эти особняки, эти жирующие пятилитровые кабриолеты... Правда, это нет, это не кабриолеты, это автомобили, да? Когда я вижу эти хари, это ведь не лица. Вы взгляните на наших депутатов и на людей, которые выступают в телевидении. Как не стыдно им выходить в эфир. Я не говорю, что я красив. Ну вы же сами вначале объяснили о том, что нас... Вот это специальная манипуляция. У нас все... Нам есть все время, что смотреть. Да. У нас такое... И отвращение вызывает. Это тоже манипуляция. Да, да. Мы вызывают отвращение. Мало того, одна ситуация за другой ситуацией. Мы не успеваем отряхнуть лапшу с ушей, мы не успеваем разобраться в одной ситуации, нам тут же подсовывают следующую ситуацию. И это бесконечно. Мы не успеваем, я же говорю, мы не вспомним, что две недели назад нас дико возмущало. Нам новое возмущение уже подбрасывают. Посмотрите, как обсуждалось всеми и вся выборы в Америке. Такое впечатление, что выбирали всем миром и президента лично себе. Так что тут... Ну и вы спрашивали, а как же жить? Как уходить от этого? Да, вот как раз у нас есть 9 минут на советы, как жить. Вы видите, как я сразу расслабился, потому что тут мне очень просто. Как защищаться от той фрустрации, которая вызывает в нас неврозы? Напиться. Хороший совет. Химический способ защиты. И посмотрите, этим химическим способом пользуется колоссальное количество людей. Колоссальное. Вы никогда не заходили в психбольницы. Вы никогда не заходили в наркологические клиники. Вы никогда не видели, что там творится. Это химический способ защиты от безысходности. Да, пили всегда. Русские люди пили всегда. Я имею в виду славяне. Это такая национальная... Да, почему-то голландцы курят, а славяне пьют водку. Так вот, химический способ защиты, он наиболее популярен в нашей стране. Ну, и в соседней с нами враждебной державе. Спиваются фантастически. Теперь еще вот заражение СПИДом. Тоже интересная штука. Очень забавная и смертельная. Ну, и еще есть целый ряд психологических защит. Уход в себя, уход в свою жизнь, уход от активности, уход от этой фрустрации. Да, это способ защиты. У нас есть такой способ защиты, внутри нас заложенный в нашей голове. Где-то там, мы точно не знаем, мы не локализуем это, хотя у нас основоположники этого направления были и даже сейчас есть, которые занимаются тем, где что лежит у нас в голове. Но не очень верим мы этому, но работа таких-то множество, которые локализуют. Или же переориентируют. Отождествление. А? Вот есть такой еще способ отождествления, который тоже защищает определенным образом. Он же и способ. Я снимаю напряжение путем того, что я присоединяюсь к какой-то группе, да? К какой-то группе. То есть я как они и вот нам вместе. Может быть это тоже, и это мне кажется работает тоже определенным образом. Потому что когда я не один и нас много, то мы правы. Там всегда в конце концов наступает конкуренция. Всегда. Да. Да. И всегда начинаются дрязги. Не может бедный человек, не может больной человек, не может бедный человек, не может несчастный человек с кем-то объединиться. Он обязательно его укусит. Он обязательно его продаст. Знаете как, пусть загорит хата у соседа, а как-то там какой-то есть, да? Да, 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 да. Но боюсь, что вот для нас, это подходит для западных ребят. Там это можно. Там они действительно объединяются. Там они чувствуют себя в зоне комфорта тогда, когда объединяются. Там у них и формы такие создаются. Там у них люди объединяются по интересам и создают какие-то сообщества и даже религиозные. А что происходит? Вы меня извините, я не хотел затрагивать, но видите, как слово-то произнес религиозное. А что у нас происходит с национализмом и религиозным экстремизмом? Это же страшное дело. Как накачивается это все. Как мы каждый день, меня бесит, с экрана все время говорим и долбим, и долбим этот национализм. Но никуда это не годится. Ведь это одна из форм экстремизма. Нельзя этого делать. А религия? Разве мы можем... Ну, к счастью, еще христианская религия, она не имеет такой заостренного национализма. Ну и слава богу. А украинская тем более. Украинская церковь мне даже нравится, на удивление. Ну, в общем, она... Хотя, внутренности-то я ее не знаю, чем она дышит и за счет чего существует. Но есть еще формы в виде... Знаете, чего? Защиты. В виде... Вот очень много людей пользуются тем, что у них характер позволяет отреагировать непосредственно на любую вредность. Вот увидел он по телевизору эту противную морду. Он взял и выключил телевизор. Вот наша зрительница сказала, да, и пошлите всех. Вот наша телезрительница... И пошлите всех. Она как раз экстремистка. Она, вы знаете, она такая молодец. Вот она нам дала правильный совет. Вот просто раз и... Ну, еще много людей. Не принимаю, называется. Невероятное количество людей вытесняет вот эти вот... Путем вытеснения, да? Да. И я вот вчера был... Меня пригласила как раз очень хорошая дочка. Вот есть хорошие дочки. Очень бедная. И она так просила, и профессор, ну, пожалуйста, придите к моей маме. Маме не так много лет, 65. Но она все окружающее вытеснила. И я, когда зашел, начал ее смотреть, я увидел, ну, просто слабоумную старуху. Так, где-то и лет 80 по внешнему виду. И вдруг я увидел хитренькие глазки. Особенность вот этих истероидных людей в том, что они подсознательно ведь все делают. Не специально. Но ум проскальзывает в глазах. И вот такая псевдо-слабоумие. Она ушла в слабоумие, но это не органическое, не от того, что у нее... Это защита. Она защитила. Ей нравится, что за ней ухаживает. И вы бы видели, как ухаживает эта дочка. Она просто от нее не отходит. Она ее вылизывает. Вы помните фильм «Приходи на меня посмотреть» Янковского? Не помните? Янковского очень люблю. Да, Олега Янковского, это был его режиссерский фильм. Там актриса, она играет маму. У нее дочка, которая за ней ухаживает. И она каждый день ей сообщает. Ну-ка, на кого... Вот я эгоистка, я тебя... Вот ты не вышла замуж, и вот у тебя нет детей. На кого же я тебя оставлю? На кого... Я, наверное, скоро умру. Вот если бы у меня были внуки, если бы ты вышла замуж. Но когда у нее начинает появляться, и она начинает оживать. И она начинает оживать. И потом она в итоге... Она до этого сидела в коляске, и вообще еле-еле разговаривала и так далее. В конце фильма она встает, идет, и вообще она оживает. И она оживает. Вот это подтверждение, наверное, этого фильма и того, что появилась цель, во-первых. А тогда у нее был уход. Вот она уже уходила, она приготовилась умирать. Она защитилась от всего. Вот все. Она простроила свою картинку вот так вот очень четко. Но вы знаете, что было самым ужасным? Да. Мы что-то заострились на этой бабушке. Да не бабушка, она 65 лет. Да, 65 лет, это вообще молодая женщина. Молодая женщина. Но выглядит она на 80. Я умоляю вот того врача, который ею занимается, но не назначайте вы ей то, что вы ей назначаете. Они убивают ее, убивают нейролептиками, убивают респалептом. За что? Я спросил, а за что же вас, когда мне удалось ее разговорить, в конце концов? А что же ей показано тогда? Да ладно. Да ладно. Тогда заканчиваем программу. Чем заканчиваем, Валерий Семенович? А, так все, да? Да, 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 да. Все по нулям. Да, чем заканчиваем? Чего скажем зрителям на финале? Ну, вы знаете как, мы не затронули в нашем разговоре одну тему, которая, в общем-то, мне кажется, поможет нам еще какое-то время быть на плаву всей Украине. У нас много совестливых людей, у нас много неразумных, разумные мгновенно подличи, а вот совестливых, которые руководствуются не той совестью, которую нам государство спускает, власть, властная, государственная структура. Это называется совсем другая совесть, это совесть... Это такая социальная совесть. Ну... А, наверное, внутренней, да, более религиозной даже совестью? А, не религиозной, тоже не надо. Я подозреваю религию в некоторой такой... Ладно, многие религиозные люди... Мы можем говорить о церковниках, мы можем говорить о религии как таковое. То есть это человек, у которого есть внутренние какие-то нравственные, вот свои... Ну, хорошо. ...свои отношения с Богом тоже... Только ради вас. Хорошо, спасибо. Да. Так вот, что делать... Пока... Да. ...у нас... Это наивно, это вообще по-детски, это может быть даже незрело, и для психиатра с таким стажем, ну, может быть, даже непрофессионально, но пока все-таки у нас сохранятся люди, имеющие нравственную совесть, они есть. Не обязательно среди интеллигенции, не обязательно... Более того, интеллигенции вообще на Украине я уже и не вижу даже, куда ни плюнь, везде клин. А вот среди простых людей, среди, ну, вот какие-то декабристы, а их у нас много, вот святых людей, вот пока они будут, мы будем на плаву. Ну, ну, не будет взрыва, не будет этой... как это, этого клича на кичку, как это... Кичка это что? Это Степан Разин кричал, когда взрывался, когда шел на приступ, гей на кичку, как-то так. Так вот, не будет этого смертоубийства, оно все-таки грядет. То есть пока будут совестливые люди, вы считаете, то есть они неким образом, ну, как бы притормозят этот процесс, да? Да. А почему? Неврозы, они до поры до времени. Человек невротизируется, невротизируется, а потом заканчиваются у него возможности себя гнобить, уничтожать. И он взрывается. И это законы природы. Человек потому и выжил, что в свое время, когда он бегал за хищником и подбирал кости, обгладывал, которые хищник оставлял, однажды он спросил себе, да да какой черты я буду бегать за саблезубым тигром? Да, я тоже могу убить быка. И он начал убивать. И он начал кормиться хорошо. Мы этого хотим. И буря грянет. Скоро грянет буря. Точка, конечно, для конца эфира не очень хорошая, что буря грянет, но тем не менее прислушаться надо. Прислушаться надо. Спасибо, что были с нами. Нашу программу можно пересмотреть на ютубе. Там все беседы с Валерием Семеновичем Петенским есть. Заканчиваем разговор о неврозе. Невроз – это неспособность переносить неопределенность. Кто-то так сказал. Валерий Семенович считает, что невроз – это отсутствие цели. Спасибо, что были с нами. Мы встретимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова